я играю роль такого бывалого садовода вот а мой внук тимофей николаевич будущий садовод надеюсь такой же как я играет роль новичка он уже много знает он рассадил деревья вот обрезкой занимался привать все не привал до сих пор не можем закончить тему корней и мы сейчас с вами попадаем на эту тему вот значит будем возможно сегодня закончим значит вспоминаем корни бывают разные кстати вот он тимоша наш вот он пока еще как бы играет а я рассказывал что чтобы корни были комфорте вспоминай тимоша земле ничего не яме ничего не должно быть ни минеральных удобрений не органических ничего не всяких добавок вроде бы как все пустила и дно всякое это и самое чем попало ой что только не выдумали так вот не только в яму ничего нельзя добавлять а яму нельзя даже копать полностью должно быть в саде саженец полностью должен быть дерн на нетронутый а на нем сверху просто 1 2 5 тележек земли откуда берется земля с тех слоев где она отлежалась тысячи лет и она абсолютно стерильна никаких гнилостных процентов к процессов никаких вот дальше я вам показал корень корень рознь это посылка посылка страшная жуткая выброшенные деньги вы это проходили вот это значит уже саженец посажены мной легкое повторение не все рассмотрели предыдущей серии по моему одиннадцать или десять прививка лучше капулировка видна вот метка которая показывает по какому уровень надо садить и с какой стороны в данном случае юг чтобы саженец не поменять и осуществить его что в школе не проходили там допустим а еще не было 5 класс пень на нем видно что с одной стороны кольца между ними такое расстояние так называемое годовой кольца другое большое расстояние что с юга лучше себя чувствует там лучше разревается саженец а с севера хуже не проходили и то что заблудился мог с северной стороны увидел уже знаешь север а ты пришел с юга значит поворачивай спиной к этому дереву и пошел на юг тоже не проходили понимаешь если мох растет на дереве это защитный слой его принято считать болезнью надо сдирать это не правда но сам факт что мох растет север да все подошел ты заблудился подошел дерево видишь мох зеленый мох прямо на дереве на это на коне ты уже знаешь вот с той стороны где мох там в север а ты пришел с юга допустим и знаешь что веновище твоя деревня или твоя дача значит повернулся спиной так чтобы они не в сторону где мох а на противоположную прошел вернулся домой это даже в школе проходить так ну защита тема корни ну вот это защита от корней ну что может быть лучше поливиться по бегоносце вот такой вот дает я специально вот здесь вот вырезал вот это плохо что я так сделал для того чтобы показать что такое настоящий защитный слой потому что мои оппоненты говорят все это уничтожить выкопать перекопать покалечить корни ерунда уничтожить этих червей ерунда уничтожить этих муравьев ерунда так и надо подземные ходы уничтожить эту самую в общем водопроницаемость уничтожить воздухопроницаемость все уничтожить но так полагается вот так принято а мы говорим что мы говорим этот защитный слой и нетронутый вот это очень важно вот ну а дальше если уж продавать саженцы то без халтуры скажи это халтура когда ком земли мощный нет нет вот а это саженцы вот он рядом стоит автомобиль на автомобиле добрая тысяча саженцы вот таких вот вот черешни то понятно в сибири черешни не вращают значит привезли со средней азии правильно а лапши у меня все уши лапша видишь вот сказали что да а ведь правда черешня подержал в руках уж кто если не знает так кто как не знает ну посмотрел да прививка почкой получил окулировка окулировка вот ну тайком поскреб количество мертвые саженцы продадут ну что мне стоять и надо кричать не покупайте ну это я расскажу писать какой мощный корень если вот это дерево было фотографировано 2007 году и до сих пор живо я недавно передачу возил это же роддом вот и больница да ну понятно гинекологическая я возил сюда передачу ну 16 лет прошло живая 17 живое а это есть самая настоящая ягодная яблони сибирка вот какие корни да вот это а вот это вот настоящая яблони это колновидные яблони это один из моих мировых рекордов мировых почетов а чего скажите захотел поставить мировой рекорд 100 сказал ментхаузен у которого был каждый день подвиг я тоже за ментхаузеном повторяю каждый день подвиг вот один из них мировой рекорд а почему причем тут корни вот причем не на ублюдочные эти пока тебе это не не понять что такое клодовая короликовая подвое ублюдочная палка которая возднула землю а у нее корнями обросла вот а вот это вот сибирка так вот здесь подвое сибирка но не семечко а корневой отводок это тоже надо помаленечку осваивать сейчас я тебе кое-что объясню но это тоже яблоня привито на вот этот самый корневой отводок а вот и вон корневой отводок то есть дерево распространяется не только с помощью семян это размножение с помощью семян а я обвожу новый термин распространение распространение видов как где-то метр по горизонтальной корень шел 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 не вниз а в бок и раз вылез получился саженец ну как саженец обрубил вот тут вот видишь он обрубленный он стал самостоятельным вот еще несколько лет и в этот самый и пожалуйста вот вам мировой рекорд и сейчас я еще хочу объясню дело в том что сейчас очень сложно ты не знаешь такой клон но уже уже может быть застрянет голове ткнул палку обросла корнями якобы готовы полноценный саженец если на него привить но вот такое чудо не вырастает мировые рекорды вот повезет три яблочко и я еще расскажу почему я упреждаю не связывайтесь ни с какими колоннами колновидными деревьями с рынка вот то что вы видите это это я имею ввиду тебя и всех кого это интересно то что на сайтах это все сказки рисуют колонны вот потому что такое как здесь вы увидеть невозможно это с одного дерева урожая вот он маленькая компактная вот такого нету приходится выручено не рисовать теперь значит север сибирь и о колоннах не может быть и речи то есть не заниматься этим отправили мы вода пошла спасибо при всадьбе колес отцы родные как-то мамы родные научили на нашу голову скинулись и сто саженцев привезли из москвы колонны и настоятельно похоже на колонны вылитой колонны правильно как черной колонны корней не было почти не было четыре саженца посадил я мою долю честно оплатили гонцу дорогу все два умерли сразу два прожили год веточку одну спасти успел а те два дали 4 один из них дал 4 яблонька и умер но я успел с него срезать веточку и все таки добился этого рекорда вот он я этого рекорда добился а теперь почему я это все говорю объясняю представь себе вот ты пару лет я платил еврике и ты ходил я тебя возил на занятия по английскому было было вот ну думаю теперь когда ты начнешь школе проходить английский ты станешь этим самым чуть ли не англичанин тем не менее у тебя такие же мозги как у меня не ученик не может запомнить еще и теперь когда мне твоя мама сказала что тебе надо репетитора нанимать я говорю ну у тебя же подготовка то какая ты еще под стол ходил а уже английский на английский ходил ну не может быть что нет окажется ни черта ты это высел усвоить не можешь такое то почему объясняю большинство людей также с трудом привыкает к садоводству один случай у меня был это мой семинар в москве где-то на второй на третий день встает женщина там полный зал там такой фурор был и вот и говорит я в отчаянии я ничего не понимаю а я рассказывал подробно то есть мозги совершенно неподготовленные а это да мой любимый пример а вдруг ты вот сейчас бесполезно черта не можешь это не запомнить не заговорить по-английски ну не может мама хочет репетитор опять деньги выбрасывать а толку это ж не разговорный язык ты ж ни с кем не говоришь по-английски вообще а теперь представь себе что судьба тебя ну вот уже не в этом вот и все взросло забросила лангер ходишься по лондону дурак дураком ну может быть плейс это самое холлоу больше не помнишь ничего ладно а жить то надо ну где-то съемная квартира может где-то что-то там это вот магазин ходить надо и ничего не помнишь ни одного слова самое интересное происходит потом через несколько месяцев ты бегала говоришь по-английски вот та среда и все и вот эти предлагают и тимоша в этой среде я рядом почему я тебя рядом посадил для того что вот сейчас что-то тут же забыться это за мой слово микроклон может быть запомнишь что я учитель не матерным называю ублюдать что эти не надо покупать или надо все заботится но потом когда ты станешь профессиональным садоводом ты вспомнишь это все даже не напрягаясь почему потому что ты будешь жить в этой среде ты будешь общаться с такими как я такими же отчаянными людьми потому что сейчас придет весна мы с тобой поедем деревню прививать пятый класс обслуживать сад каком плане ну хоть и так много работы по железу и отметил 95 процентов работы осталось 5 но я хочу чтобы это все у тебя сложилось голове твой дед первом классе посадил первое и на тот момент последнее дерево вишню саженец вместе с учительом стоял рядом вот вы выкопали ямку говорит держи на весу саженец я держал на весу по корнями это земля то есть я корни были не смяты и он заполнял эту ямку так что корни так и остались расправлены вот так вот это я запомнил идем дальше я очень надеюсь что ты будешь садоводом потому что тебя это так как ты станешь уже третьем поколении вот твой крестный отец твой я надеюсь что ты станешь а его кстати агроном он еще умудрился получить слушай а может быть я тоже потом отдать там где он учился ну все ладно поговорили пока от тебя ответа нет я буду персик персик а вот его корни благодаря этим корням персик может выдержать температуру почти до 40 градусов если что несколько факторов которые влияют на морозостойкость вот зимостойкость это одно и так выдержит не выдержит чтобы он выдержал 40 нужен целый корень еще несколько факторов он вовлен ушел в зиму уснувший вот и так далее и так далее при пересадке нужно половину крона как-то нему отрезать пересаженные корни не выкармливать и так далее вот пока минимальное знание потому что я надеюсь что когда увидят название фильма мальчишками девчонкам а также их родителям чтобы позвали детей именно детей на мои фильмы пусть таких будет немного но хоть бы сотню две на всю страну это было бы огромным шагом учитывая что сегодня большинство выпускников ничего не умеют и ничего не понимают имея дипломы вот сожалению это горькая правда